Попытка очередная запретить российские каналы, она направлена на то, чтобы лишить возможности людей получать информацию из альтернативных источников с целью повысить вероятность поддержки европейского курса, поскольку будут ролики, телеканалы доминировать только европейской направленности. Это ограничение людей, получение информации. Я могу привести такой пример. У меня очень мудрый отец, который в жизни прошел через многие сложности, периоды коллективизации, голода и поднятия целины. Он мне рассказал такой случай, что они работали на целене и готовили кирпичи саманные для строительства домов, полевых станов и так далее. И они замесили огромную такую, где-то метров 50 шириной, где-то 100-150 метров длиной, вот такую сделали они заготовку для того, чтобы нарезать кирпичи. Ну и естественно, там же надо, чтобы лошади ходили и месили солому с глиной, чтобы потом можно было собирать, нарезать кирпичи. Лошади не хотели идти, потому что это грязь, они понимали, что это надо там будь здорово пахать. Так вот он говорит, сынок, я плед на глаза этой лошади накинул на лицо, чтобы она не видела, взял за уздечку и пошла лошадь. И говорит, потом месила, месила, месила. Так вот, нам всем жителям Молдовы хотят такой плед на глаза закрыть, так, как это сделали на Украине. Вы посмотрите, нельзя недооценивать роль влияния телевидения, поскольку это мощнейшая дубинка в руках сегодня у олигархов. Это как надо было зомбировать население, чтобы сегодня, вы идите спросите украинцев, а я общаюсь с ними. Такая степень ненависти к России у них. За такой короткий промежуток времени, посмотрите, что делает телевидение с людьми. Если человек получает только однобокую информацию. Так вот, наши депутаты хотят накинуть этот плед на глаза жителям Молдовы, чтобы они получали только одну информацию. Но итог накидки этого пледа, пахать будете долго и упорно до изнаможения, жить по-человечески не будете, всю жизнь будете рабами. И люди должны это понимать. В современном мире телевидение должно быть доступно. Но интернет, слава богу, не смогут закрыть. Должны быть и украинские каналы, должны быть и российские каналы, европейские каналы. Эти каналы должны давать информацию разноплановую. Естественно, это понятно, что каждое государство стремится дать информацию в интересах своего государства. Ясно, что так поступают украинцы, так поступают россияне, так поступают европейцы. Но что должны делать в этой ситуации жители Молдовы? А жители Молдовы должны всю эту информацию получать, анализировать эту информацию и брать только то, и делать только то, что будет выгодно нашей стране. Нет. Нас этого хотят лишить. Естественно, что мы будем против этого. Если мы до сегодняшнего дня ничего не запретили, у нас идет вещание, так и будет дальше. Но основная задача – это сделать так, чтобы один поток информации убрать, чтобы люди получали только поток информации Европейского Союза. Это связано с тем, что ожидаются парламентские выборы, и они хотят таким образом избежать многих разоблачений, которые могут пойти через другие средства массовой информации. Потому что намудрили делов там много. Ясно, что в молдавских масс-медиа все, что было сделано негативным альянсом, показывать не будут. Потому что практически все каналы находятся в руках у этого альянса. Ведь они же не дадут возможность людям с другими взглядами выступать и говорить, и рассказывать о своих взглядах. Они так и делают. Там одни и те же эксперты, одни и те же политологи. Они, как собака Павлова, каждый месяц знают, какой день и какое время прийти в офис этой партии, постучать, чтобы окошко открылось. И он получил в зубы свой конверт и уполз оттуда дальше в свою нору. И дальше продолжал целый месяц болванить народ Республики Молдова. Так вот, мы не должны этого допускать. Население не должно быть равнодушным к тому, что происходит. Потому что если вы не будете получать информацию, вы не будете знать реальную картину. Это отказ от демократических норм. Это ущемление прав человека в свободе получения информации. Я думаю, что это должно быть предметом разбирательства. Ведь сколько уже времени прошло, тот канал, который был закрыт и найти, до сегодняшнего дня не открыли. Европейцы все мониторят, мониторят, все говорят нашим, открывайте канал, верните обратно лицензии. А наш Альянс, как Васька, и слушает, и ест. Слушает, и ест. И до сих пор не открыли. Негативно будет это восприниматься нами. Мы сделаем все возможное для того, чтобы этого не случилось. Чтобы люди получали информацию разноплановую.